Смотрите, берем маленькую кисть. Для начала нам надо нарисовать, да, нарисовать, наметить просто, наметить. Берем маленькую кисточку, просто макаем в разбавитель. Капнули и все, там не надо мыть ее, а то будет пачкаться. Вот, макнули. Берем нейтральный цвет, коричневый. Коричневый он меньше всех пачкается, да, чуть-чуть. Вот так я жиденько сделала и начинаю намечать. То есть мне надо обнаружить пропорции. Для начала, у кого пейзаж, тот рисует горизонт. Просто находите горизонт. Например, у вас, да, там горизонт, просто линия. Нашли горизонт и примерно нашли расположение, там, карабелька, да. Обратите внимание, по законам золотого сечения у нас никогда не находится горизонт по центру. Он либо ниже, либо выше. Либо выше, либо ниже горизонта. Точнее, центра, центральной линии, да. То есть здесь тоже есть свой горизонт, да, и это плоскость. Она находится примерно в одной третье. Обратите внимание, да. Одна треть всегда выгодна будет. То есть одна треть наша приблизительно. Ну, где-то так. Оставила, да, я полосочку. Потом берем, хотим себе проверить, берем эту палку, прикладываем, измеряем. Раз, два, три, с кусочком, да. Измерим, сколько здесь у нас по пропорциям. Раз, два, много, значит ниже. Раз, два, три, вот с кусочком. То есть у меня задача сейчас найти пропорции, как тут на картинке. Да, я беру, прикладываю вот эту часть, которую я нашла на куске. Вот сюда провожу линию. Все, у меня есть плоскость, да, нашла. То есть я измеряю здесь сколько раз. Раз, два, три, с кусочком поместилось. То же самое у меня должно тут. Раз, два, три, с кусочком. Потом делим вот так вот пополам. Смотрим, что у нас. Здесь ваза, да, здесь у нас цветы. Сколько они места занимают. Давайте обнаружим, ну как, высоту вам. До какого момента мы не хотим, чтобы у нас предметы выходили, да. Это ко всему относится. К любому. К любой картинке. То есть я не хочу, чтобы у меня цветы были выше вот этой линии. Да. Примерно выше этой линии. Так, потом, что это, я нахожу свою вазу. То есть где-то половина картины. У меня вот здесь находится ваза, да. Примерно вот сюда она не будет заходить дальше этого места, да. И высота вазы измеряем. Относительно пропорции картинки. Раз, два. Два с половиной, по примеру. Да, то есть мне надо высоту вазы сделать по высоте картины два с половиной. Раз, два. Все. Примерно так. Вот будет моя ваза. Находим ее низ. Вот нижняя часть. Нижняя часть. Сейчас еще измерим. Так. А это самая высокая часть. Черкать можно сколько угодно. То есть можно рисовать, перерисовывать. Не страшно. Это все закрасится потом. Вы рисуйте сколько вам нужно. Вот. Находим центр. Центр предмета. От этого центра одинаково будем откладывать пропорции. То есть лево и вправо. Вот смотрите. У каждого предмета есть центр. Вот центр. Теперь находим ширину вазы. Примерно здесь. Мы не видим, да. Но она вот где-то тут заканчивается. Самая широкая часть. Откладываем ее к высоте. То есть она равна. Высота, ширина равна высоте. Поэтому мы берем и от центра откладываем одинаковое. И в лево, и вправо. Правильно? От центра одинаковое. Раз, два. Это будет самая широкая часть вазы. И рисуем вот у нас. Тут у нас донышко примерно такое. Там можно уже ее в процессе изменять. Примерно такая ваза. Можно ее сделать пошивой. Если вам интересно. Теперь цветы просто ищем размер цветов. Можно также цветы. Раз, два, три. Три раза. Вот этот цветок. Три раза он помещается. Значит, где-то раз, два, три. Где-то вот такой размер будет у цветка. Вот этого вот цветочка. Примерно его располагаем ниже вазы. Где-то вот здесь. Вот так. Вот он будет цветок. И рисуем просто какой-то круг. Да? Просто намечаем. Здесь наметили. Здесь. Просто геометрические формы. Потом вы уже будете форму вырисовывать. То есть вам сейчас пока геометрические формы нужны. Кружочки, овальчики. Вот этот цветок. Нашли по ширине. К примеру. Раз, два, три. Тоже. Значит, ширина вот такая. Он будет чуть-чуть по диагонали. Значит, где-то так. Примерно здесь будет располагаться вот этот красный цветок. Все. Остальные тоже намечайте просто кружочками. Теперь я смотрю, уже многие закончили. У кого мастихин? Вот у кого мастихин, можете подойти и посмотреть. Я сейчас покажу, как они работают. Так, вы уже начинали. Так, смотрите, как пользоваться мастихином. Мастихин изначально было вообще придумано, потому что смешивать красочку. Вот. И я сейчас покажу, как мы будем это делать. Смотрите. Все умеют бутерброды делать с маслом. Да? Да? Это на что похоже? На нож, да? Мы смотрите, что делаем. К примеру, мне надо найти вот этот красивый, такой бледно-зелененький цвет. Что я беру? Я беру задней частью только. Переднюю я не использую. Задней частью я отрезаю кусочек масла. Вот, отрезала. Положила сюда. Можно даже побольше. Нам потребуется вот в мастихине больше краски требуется. Есть у меня тряпка. Для чего? Не для того, чтобы руки вытирать. Для того, чтобы вытирать мастихин. Вытерла. Все. Он теперь мне не будет пачкать другие цвета. Вытерли. После каждого раза, как вы отрезали другой цвет, вытирайте, чтобы оно потом не испачкало все. Так, что теперь нам надо? Теперь мы ищем тон. Тон. Вот этот вот сероватый. Даже есть подсказка «белый поляр». Посмотрите, белый. Вот он белый. И насколько темный вот этот вот серо-зеленый. Что мы делаем? Так, сейчас мне надо найти... Сейчас я зеленый цвет. Ничего, здесь тоже зеленый я нашла. Нашли зеленый, я вижу. Только мы можем смешивать. Этот зеленый будет очень ядовитый. Мы берем капельку небольшую. Зашу бирюзы. Пока просто тон находим. Знаете, что тон – это вот как бы светло-темно. Нам сейчас не важно сразу прям намешать цвет. Он не похож. Мы просто находим тон. Тон приблизительно пока что меня устраивает. Еще такой момент. Если вы хотите смешать, например, светлый какой-то цвет. Такой вот зеленоватый, голубоватый, не темный. Вам надо брать 90% белого и 5-10% другого цвета, потому что белый очень сильно запачкивается. Тут даже 5% капельки маленькой горошинки хватило вот этого зеленого, чтобы испачкать огромный кусок белого. Та же пропорция действует на другие, на темные. Когда нам надо темный чуть-чуть высветлить, вот у вас будет много вот синий, да, но он не темный, он немножко светится, да. То есть в него капельку белого добавляете и мешаете, мешаете. И он у вас будет оставаться темным, но немножко светится, более светлый. Вот, поэтому не надо вот отрезал половину и столько же половину кладешь, чтобы у вас не получится просто пополам. Оно будет, ну, все время мешаться не тот оттенок. Вот, получили такой, да. Но у нас, смотрите, тут сероватый какой-то, да, синоватый. Давайте мы желтенький добавим. И охры, по-моему, тоже. Можно охры, а можно коричневый. Сейчас добавляем. Желтенький. Смотрите, я капельку добавила, какой он у меня уже зеленый стал, да. Ну-ка, очень яркий, но уже красиво. Теперь мне надо припачкать. Это можно сделать, запачкивать коричневым цветом, либо индиго, либо шунгитом. То есть запачкивать цвет вот такой, чтобы был сложный какой-то. Зелено, да, коричнево-серый. Уже почти, да, я вот прикладываю, уже похоже. Можно чуть-чуть вот его отложить. В принципе, не надо спешить там, вот прям пытаться сделать такой вот прям цвет. Вы будете стоять час, подбирать этот цвет. Можно этот кусочек отложить, да, цвет опять вытерли, чтобы не пачкался. Добавить белого цвета. Да, давайте его сюда положим, потому что добираться туда неудобно. Берем белого цвета, начинаем перемешивать. Смотрите, как здорово. Оп, и у нас получился этот цвет, да. То есть мы сначала тон нашли, тон, а потом уже вмешивали один цвет, второй цвет. И в конце концов у нас получился. Вы все интуитивно, у всех заложены, это определяет цвета. Мы же выбираем, например, там, одежду покупаем, да. Вы примерно помните, да, у меня такая валиновая кофточка, так, значит, этот оттенок мне подойдет. Там туфли покупаем, да. То есть мы примерно понимаем, какой цвет, какой оттенок нам нужен. Поэтому главное не бояться. Все. И смотрите, я мешаю так, сверху вниз, да. Медленно показываю, сверху вниз, просто растирает. Вот так не надо. У меня, смотрите, вот начнет набираться сюда сверху, и это мне будет очень сильно мешать. Только растираем снизу. Потом дальше показываю. Набрала. Вот я под наклоном держу, мы стихи набираем, да. Набрала вот на эту часть. Вот сюда не надо, потому что я буду сверху вниз уделывать. И начинаю, замазывая, да, вот заходя на вот эти все листики, начинаю укладывать тонким слоем. Так, сейчас я сниму. Да, без кисточки. Все, вам уже кисть не нужна. Начинаю укладывать. Да, 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 видите, у него вот под наклоном. Посмотрите на характер, да. Держание, вытянувшую, не можно. Заходим, внимательно смотрите, заходим немного, мы на наш рисунок, на цветы. Потому что, для чего мы это делаем? Вот смотрите, если я начну обходить вот цветок, да, оставлять белые промежутки, то у меня вот тут промежутки, я когда начну рисовать розовый, что у меня получится? Останутся промежутки, и мне придется это делать зеленым, да, и будет зеленый с розовым смешиваться, и здесь будет розовая грязь. Да, поэтому мы заходим на цветок, мы боимся, цветок даже закрасить можно целиком. Вы его просто сверху потом нарисуйте. Нам самое главное сейчас делать фон, и то же самое, здесь не делайте цветы, делайте фон, замазывайте, как вам нравится, можно прямо, смотрите, белый, прям потом... Через кисточки вот эти штучки, прям вот мастихином, да, под наклоном держим, потому что, если я буду ровно держать, ну смотрите, я добавляю даже белый, сюда можно вмешивать, смотрите, как здорово. То есть я экспериментирую, вмешиваю цветок, если я буду прямо держать, смотрите, что у меня получается, прямо он у меня снимает, собирает под наклоном, он у меня растягивает, ничего не собирает. Вот, и постепенно здесь зеленое-зеленое, потом синее, одними цветом, прям заходя сюда, везде, видите, темное, да, заходите сюда, замазывайте, не надо промежутки отказать. Сверху проще нарисовать цветок, чем его потом докрашивать, да, и здесь темное, зеленое, коричневое, вот это вам надо. Забудьте про цветы и праздники, у вас есть пока фон, 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 потом будет ваза, а потом уже измерение, все, держите. Так, тень растянет по синей, тень по горизонту. Сейчас уже начинает сложнее покусаться, потому что смачивает, да, надо будет еще намочить. Обильный, или вот, чуть-чуть. Ну, вот так, чтобы он, вот, уже хорошо подбарабанш, все хорошо. Смотрите-ка, растягиваем тень, если вам мешает краска, вытирайте, вытирали, да, убрали, вам краска мешает это вкладывать на стекло. Поэтому мы убрали, вытирали, оставили пустое место и сверху уже укладываем в какой-то зеленый цвет, да. Да, 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 вытирали, уложили. Можно красить? Да, извините. Так, вот зеленку сверху просто аккуратно касаясь, легко касаясь, да, чтобы она у нас не растиралась вместе с помощью, просто легко касаясь, да, один-два раз вы положили. Вот так положили, да, темнеет где-то. Положили. Угу. Я буквально вот так вот, очень легко провожу, то есть как бы не втираю, не давлю, я не пытаюсь прям сильно нажать. Я легко провожу сверху. Легко, легко. Ну, тут хорошо, в принципе. Просто сильно видно давили, оно прям срезанное. Режет прям. Я просто легко провожу, и оно укладывается. А если давить сильно, оно будет срезать масло и оставлять некрасивые ванны из этих следов. Вот так, где-то так, где-то так. А где-то он уже кладу как бы, как мне нравится, да. Одним даже мазком. Не, не мельчительно, да. Вот такие кусочки. Здесь вот лучше вот таким мазком. Одним мазком провели все. Тут вот один. Раз. Одним провели. Все оставили. Вот тоже не так и делал. Одним мазком. Тут вот положил. Даже не прорисовывал эту форму листика. Не пытаетесь прорисовать. На самом деле, это уже все равно такое. Какие-то палочки, полосочки. Тут листик, так и сгибаясь, да, я его кладываю. Раз, прорвала. Там подсветку теперь можно где-то кинуть. В принципе, сделали, да, тут кто-то вам поделает, надо вот здесь положить. Посветлее немножко. Накидайте еще листиком. Не сильно давите, да, чтобы у вас не оставалось вот этих вот резаных кусков. Сверху уложили. Вот так. И прокручивайте. Тяну. Легко. Легко. Накидывайте вот эти вот штучки такие, голубые, видите, они как шлипочки такие. Как будто набитые. Синий сделаем. Вот, они набиваются вот так. Набиваете, набьете. Сейчас листики наделаем. И вот это синий, фиаметовая, синий. То же самое вот тут беленькая, да. Набиваете. Так, 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 так. Вот эти вот розовые, тоже как-либо, как и мистики. Сначала вытереть. Он не мешает. Вытерли. Потом темные ставим. А потом светлые, да? Полотенки темные. А потом светлые. А потом светлые. Немножко фермеры. Все по-чистому. Да, то есть одни у вас вот. Угу. Вот все вот. Делайте. Вот смотрите. В принципе, правильно, но здесь у нас белого пока не может быть. Белый в последний момент. Да? И здесь надо нам было еще набить вот синее. Поэтому набьете синее. Видите? То есть задний план. Вот такой вот набиваем. Вот сюда. Так, чтобы у нас не оставалось белых промежутков. Угу. Тут тоже сначала мы вот таким розовым берем, а потом уже серединочку оранжевую, а потом уже белые несколько бликов. А здесь начинаете путаться, когда сразу укладываете белые. То есть положили белые, а как сзади, как потом, да? То есть получается сверху положили, а низ-то еще не нарисован. Надо нам вниз, а он какой, розовый, да? Вот такой вот. А потом уже сверху белый. Белого тут на самом деле немного. Нам кажется вот все белое-белое, да? Нам сначала укладываем. Более темный. А даже этот розовый можно еще зацепить. Тут хорошо. Немножко его разгладить, да? Чтобы он не такой был активный, не такой агрессивный. А так принцип такой же. Сначала розовым, да? Один мазок, это один лепесток. Так, сейчас толпу выдавали. Тут толпу. Тут толпу. Надо еще кармина выдавить. Ну, чтобы он сажен на фото кармина. Кармина. Здесь просто какой-то назок, да? Условный цветочек. Потому что сначала надо будет вот эти фиолетовые и голубые. Сделайте. Вот так. Сделайте. Туда. Чтобы выделить цветок. Все нормально. Сейчас я покажу. Давайте на котором я буду покажу. Вот на этом, да? Посмотрите. Слушай, это опасно. Вообще. Делаем по кругу. Вот так разворачиваем на стиху. Лепестки. В центр. Края в центр. Может, не может, не могу. Не притомилась. Вот так. Слушай, мы видим такой сложный какой-то цвет. Вот такой грязноватый. Розоватый-грязноватый, да? О, это да. Хоть на крышу. Простей, да? Берем снаружи, вовнутрь. И по кругу. Как лепестки идут. Давайте еще раз возьмем. Так, как раз с оружием кофточкой. Так. Хорошо. Хорошо. Так. Сначала, значит, вот эти розово-серы. Да? По кругу. Раз. Два. Я тоже хочу. Два. Ну, это поддерем. Да. Это не стихо-милая. А, есть, что-то любое. Чертный. Хорошо. Так. Да. Немножко пристерью, чтобы он более серым был. В общем, снаружи вам по кругу. Так, я не совершу. Угу. Угу. Потом серединка такая оранжево-красненькая. А потом берем белый, чистый, и делаем так вот. Это лепесточек, лепесточек, лепесток перекрывает здесь, боком, лепесток здесь, лепесток может быть здесь, 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 здесь какие-то, то есть вот когда тонкий лепесток, я делаю вот так. Он у меня приобретает объем, то есть я не белым рисовала, а сначала нарисовала темным, да, а теперь несколько белых лепестков по кругу. У меня получается вот такой цветок объемный с лепестками. Так. Угу. 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 Довольно так. Угу. Можно переключиться. Такая прям художественная. Угу. Да, так тут не работать хочется. Вот так. Угу. Делаем, ну, не везде съём. Делаем только... Вот, видите, несколько, да? То же самое здесь. Делаем вот такие вот, серые. Только начинаем цветки сзади. Вот первое, это задний цветок. Вот смотрите, вот этот, он самый верхний. Он наверху находится, да? То есть сначала нам надо поставить вот эти синие, потом рисуем вот этот, да? Голубоватый. И на нём сверху какой белый. То есть, в принципе, даже можно оставить вот это белое, не трогай. Просто положить, после того, как тут будет положено вот это фиолетово-синее, сверху положить голубое, да? А сверху уточнить уже белое, без белого. Потом сверху этот цветок, потом этот, и в самом конце уже этот, потому что он сверху надежный. Угу. Ну, тут уже, сначала, вдалеке вот этого темно-розового укладываем, да? Просто мазок вот такой должен быть по форме. Не так, не так. Вот он как идёт, растёт, да? Вот так растёт, вот так растёт, вот так растёт, вот так растёт. и поворачивает. Потому что без тихи он формирует, вот этот лепесток формирует. Угу. Так всё хорошо. Всё нормально. Угу. Угу. Покажите мне, Даша, вот сейчас как-то лепесток. Ну, задний сначала розовый. Угу. 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 Сверху в серединку. Сверху в серединку. Угу. Оставляем промежутки. Вот. Вот. Вот так. Один раз. Побольше просто краски берите. У вас очень мало краски. И очищайте. На стихе прежде чем сердце. Взяли. Хорошо намешали. Чтобы у нас не полосатая была. Мешаем. Не-не-не. Сверху в голову. Пока не пропадут полоски. Все. Ага. Взяли. Побольше. Нормально-нормально. У нас заднего плана хорошо. А, вверху. А, вверху. Вот эти лепестки. Да, крайне. Ага. Сремени получаются как-то вот. Вот. И заканчиваются. Потому что вот наклоняйте в другую сторону. А надо наклонять и тащить. Сюда. Да? Если я буду... Вот тут у меня краска. А я буду наклонять в эту сторону. У меня ничего не может. То есть я наклоняю в ту сторону, где у меня краска. Вот. Ага. 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 Попробуйте. Уложите. Все. Мы выяснили в чем ошибка. Вот. Масло на хлеб как намазывается? По-разному. По-разному, но обычно же так. Так обычно, кажется. Отключите голову. У вас интуитивно должно получиться. Наклон небольшой в сторону, где будет краска. Вот. Вот. Небольшой. Вот. Вот. Да. Краски побольше. Да. Палитра. Мы набросали. Белое, красное, желтое должно быть. Здесь синий. Просто не разгонять. Палитру не надо. Я найду. Даже вот этот цвет. Нормально. Сейчас нам надо просто. Так. Малиновый. Вот. Давай. Два. Малиновый, да? Немножко. Каких-то. В местах пусто. Тут немного осталось. Смотрите. Вот. Белое уберем. Вот какие-то лысые места. Их надо от них избавиться. Так. Средненько. Да. Осталось, в принципе, белое накидание. Сейчас я посмотрю. Разберусь. Здесь капелька такая, да? Красненькая. Здесь вот красненького. Оп-оп. Накидать. Да? Чтобы не было вот этой лысины. Лысая, лысая, лысая. Пожирнее мазок. И этот мазок пожирный мазок. И этот уже похожий на цветок. Там вот у нас обрывисток не было. Вот как-то оборвался, да? И кусочек вот тут так все. должен равномерно быть вот уже интереснее и здесь тоже добавите потом вот такой цвет намешайте лысину чтобы не было это я стерла и положите чтобы не было лысины и чтобы этой лысины не было закроется так белый 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 и плотно сейчас просто берем и белым укладываем лепестки начинаем с внешних нижних лепесток нижних вот тут вот лазочек верхушечка вот тут вот здесь не пусточек поглаживать не такой ванны хорошо но когда лоза оно непонятно что это вам просто еще потренироваться чтобы поглаживать вот такой вот получается липучка какая-то просто прилипла да вот сделала несколько мазков чисто белый белый кор сверху все у меня получился цветок вот цветок буквально вот здесь несколько мазков все красиво уже можно не трогать то же самое добавили несколько мазков вот тут вот цвета раз два три да какой-то ближе лежащий цветок что-то опустился вниз там затем все его можно уже не трогать какая-то масса цветок так попробуйте вот этот вот сделать вот этот хорошо уже не трогайте красиво так либо по мелочам вот этот вот накидайте хорошо вот этот а все